В соответствии с приказом комитета по регулированию тарифов Тамбовской области, с 1 января изменяются нормативы потребления коммунальных услуг, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Более всего они касаются граждан, которые до сих пор не установили индивидуальные приборы учета. Вводимые нормативы изменились лишь по отдельным категориям. В основной массе у нас действовал норматив на водоснабжение для пятиэтажных домов, снабженным всем видами услуг, для холодного водоснабжения 5,54, на горячий действовал 3,69, а общий расход канализации был 9,23. Сейчас же, что касаемо этого норматива, стало начисление на холодное снабжение 5,4, уменьшение с 5,54, горячего водоснабжения увеличение. У нас 3,9 норматив, и в общей сложности получается канализация 9,3, а было 9,23, небольшое увеличение. По остальным категориям, где уменьшение, где увеличение происходит. Введение в действие постановления правительства Российской Федерации за номером 354 обязывает граждан оплачивать ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. Коммунальные услуги, а именно электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, потребленные на общедомовые нужды, в платежке будут выделены отдельной строкой. Когда есть приборы общего учета, тогда расчет берется таким образом. Показания прибора учета вычитаются из этих показаний суммарное потребление по дому по начислениям по приборам индивидуального учета или по нормативам. И вот эта разница, она распределяется между всеми собственниками жилой площади на один метр квадратной занимаемой площади. Раньше начисление разницы показаний происходило месяцем позже. Теперь будет производиться за текущий. Так как январь будет являться переходным месяцем, то в январских платежках жители увидят дон начисления за два месяца, за декабрь и январь. Распределение дельты за декабрь будет произведено как ранее, пропорционально объема потребления, а за январь пропорционально площади занимаемых квартир. Еще какие новшества в 2013 году. Это двухкомпонентное начисление тарифа на горячее водоснабжение. Раньше у нас начисление происходило одной строкой, сейчас же будет в январских платежных документах начисление холодное водоснабжение и вода на подогрев. Это касается всего населения Тамбовской области. Стоит отметить, что на основании приказа управления по регулированию области тарифы на коммунальные услуги с 1 января по 1 июля останутся неизменными. В дальнейшем, по словам губернатора Олега Бетина, планируется ввести долгосрочные тарифы, которые будут приниматься на срок от 3 до 5 лет. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Вадим Полосьмен, Михаил Уваров. НашГород.